Студентка Елабужского института КФУ Алина Ипоева попала в число стипендиатов имени поэта Андрея Вознесенского. Данная стипендия вручается ежегодно 10 студентам высших учебных заведений, посвятившим свою жизнь литературному творчеству. Алина занимается поэзией со школьной скамьи и на сегодняшний день уже имеет один опубликованный сборник стихов под названием «Музыка души». Это большое счастье для меня, для моей семьи, для моего института. Эмоции были непередаваемы. Помню слезы счастья, слезы радости в глазах моих родителей, теплые пожелания от преподавателей, от моих друзей. Совсем не верится, что буквально недавно я сидела за партой ученицы третьего класса и писала свои первые строчки. Претенденты на стипендию имени Вознесенского присылают свои портфолио со всей России. Стать победителем может тот студент, чьи творческие работы были опубликованы в течение двух последних лет. И кто обучается по направлениям литературное творчество или журналистика. Также важным условием является высокая академическая успеваемость. Алина, студентка четвертого курса факультета филологии и истории, уже привыкла совмещать творчество и учебу. Помимо хороших оценок зачетной книжки, на ее счету множество призов различных литературных конкурсов со всей республики. Моими наставниками, поэтами являются два прекрасных человека. Один из них это поэт моего родного Агрыского края Курвангалиева Сеафараховна. И такой же необычный, замечательный человек, поэт города Елабуга, это Гладков Виктор Петрович. Люди, которые меня поддерживают всегда, мои творчества поддерживают. А что касается этого конкурса, то мы работали вместе с Ибрагим Вильмирой Рашидовной. Мы трепетно ждали результатов, очень переживали, очень волновались. И хочется вспомнить слова Александра Александровича Блока, который говорил, что, чтобы стать поэтом, нужно раскачаться на качелях жизни. Я надеюсь, что с годами, с временем и с жизненным опытом это звание поэта, возможно, и придет ко мне.